А дом аварийный? Дом признан то аварийным, потом не аварийным, потом опять аварийным. Я, честно говоря, помню, что не надо вызвать. Ну, не из-за чего. Но я в декабре отсюда съехал, поэтому что-то сказать не могу, не участвую. А когда вы в декабре съехали, было ли какие-нибудь признаки того, что в скором будущем он обрушится? Ну, не знаю, даже не потому, что признаки. А его, во-первых, бросили уже, что-то толком никто не обслуживает, вот, себе снег сослал. Я хоть и съехал, но все равно я занял людей, за свой счет, вот там, на моей стороне, снег счистил. Ну, за мои деньги, как-то я просто. Там рядом квартира сгоревшая, ее тоже никто, ничего. Свисты сорваны, я там просто забил окна сам, опять же, там, ужасен. Она сгоревшая, ее никто не делает, ничего, куда она, я не знаю, чья она. Ну, в смысле, я знаю человека, который мне езжил там. Он сейчас живет там? Да нет, как живет там, просто. То есть там сейчас никто не живет, да? Там сгоревшая квартира. Нет, я имею в виду во всем доме. Нет, во всем доме там живут люди. Вот, я жил до последнего, там еще, у меня сосед живет, там одна женщина молодая живет, вот, в той стороне. Здесь одна женщина жила, реально. В смысле, она живет сейчас, вот она и будет сейчас. А кто обслуживает данное здание? Вот это я не могу выяснить, потому что после пожара, все годы и четыре назад случилось. Все отказались, да? Пытались, вот, как бы, и то, и все, та компания куда-то съехала, как-то она растворилась, другую как-то не нашли, короче. Ну, я уже просил эту идею обращаться к этим вопросам. Слышали, какая сильная? Слышали сильный грохот. Подошла к двери, что я даже без дыли не могу выйти, все кирпичами завалены, балка, вот так вот, все снесло, кибиционеры, поделюсь, в тот магазин, на который все снесло. Потом приехал в облспас, и мне помогли отсутствие, у меня замуровалка. Но вы сами не пострадали? Сама нет. А вот что-нибудь про жителей дома знаете, вот, кто живет над вам, приходил, может быть, тот в магазин? Ну, приходят, конечно, люди. Хорошо, что уточек продавших нет, потому что людей очень много здесь стоит, мимо магазинов. Ну, а вот давно здесь работаете? Три месяца. А, то есть недавно, да, и вот в этой зиме, как раз получается, получается? Да. Не могли бы присутствовать? Соский Александр, спасатель областной службы спасения. Примерно в 9 часов утра на пульт оперативного дежурного поступила информация об обрушении двухэтажного здания по адресу Радищева, дом 5. На место прибыла оперативная группа службы спасения областной. Мы обнаружили обвалившуюся часть здания, и была необходимость в использовании кинологического расчета, для того, чтобы проверить наличие людей под завалами. Вот была вызвана группа, была проведена работа, людей не оказалось под завалом, была обнаружена заблокированная женщина в магазине, и помогли выбраться. Был эвакуирован человек со второго этажа здания. На месте работали сотрудники областной службы спасения, городской службы спасения, сотрудники ЦМК, скорой помощи, все экстренные службы. Находилось никого под завалами. Человек находился у себя дома, и да, единственная жилая квартира на втором этаже. Женщина была эвакуирована наружу, и в целом пострадавших на данный момент нет. Дома по информации, опять-таки, от жильцов и визуальной проверке одна жилая квартира, да, и получилась. Ну, собственно, да. Оно затронуло весь фасад, вот левая часть фасада, там, в квартирах. Кирпичи, чтобы открыть дверь. Кирпичи, чтобы открыть дверь. Кирпичи, чтобы открыть дверь.